Привет! Уже не доктор на связи и сегодня мы с вами будем говорить о биткоине и о других способах заработка. Давайте приступим и попытаемся ответить на один простой вопрос. Можно ли сейчас покупать биткоин? Если вы видели вчерашние мои видео оба, то вы знаете, что для начала нам необходимо пересечь 20-дневное скользящее среднее. Здесь на графике вы видите его, оно отображено вот таким вот бежевым цветом. Верхняя линия, верхняя простая скользящая средняя. И по сути оба скользящего, как 20-дневная, так и 50-дневная, в текущем бычьем цикле у нас являются одним из ключевых индикаторов тренда, которые также выступают в качестве уровня поддержки, которые сигнализируют о том, где лучше, в каком направлении открывать свои сделки. По сути расстояние между этими двумя скользящими является некой буферной зоной, где не существует определенности, не существует согласия между быками и медведями. То есть вроде бы как 20-дневная скользящая средняя, которая себя многократно отыгрывает в качестве поддержки и место ценности, где следует открывать длинные позиции при восходящем тренде, оно уже сломлено. Но 50-дневная скользящая еще нет, потому как 50-дневная скользящая дважды спасла цены биткоина от дальнейшего падения, то есть их остановила. То есть в этих именно местах биткоин встретил повышенное количество покупателей, которые по сути и остановили это падение, возобновив тем самым рост. Сейчас мы имеем ту же самую картину, цены вновь вернулись, коснулись к 50-дневному скользящему. Мы сами это обозначали уже многократно, каждый раз, в том числе когда мы пробивали среднесрочный тренд восходящий, когда мы линию поддержки пробили. Я говорил, что 50-дневная скользящая будет последней надеждой быков на продолжение роста. И это мощная поддержка, которая выдержала сейчас. И в текущих значениях в этом диапазоне открывать какие-либо позиции сейчас крайне рискованно. То есть давайте посмотрим с вами просто длительность предыдущих диапазонов. Вот когда мы пробили 20 января, выход из этой зоны произошел через 13 дней. То есть мы должны увидеть цену закрытия выше 20-дневного скользящего среднего. То есть именно хотя бы дневной свечи. Причем это нас... И желательно, чтобы это было подальше. Потому что если вы обратите внимание, то вот именно в этой области, которая была в марте, в начале месяца, здесь было все-таки закрытие выше 20-дневного скользящего. Но долго это счастье не продлилось. Даже был какой-то всплеск, видимо. Люди обрадовались. При первом пробитии в итоге цены закрылись ближе к нижней границе. И учитывая этот диапазон, все-таки такое пробитие считать нельзя было. Нужно было дождаться еще какого-то дополнительного подтверждения. В данном ситуации этот период, уже с места закрытия будем считать, вплоть до пробития длился порядка 11 дней. Сейчас, на текущий момент, мы находимся в этой зоне уже 6 дней. То есть в среднем мы видим, что вот 10, 12, 13 дней это длится. Вполне возможно, что такая неопределенность продлится еще целую неделю. Поэтому сейчас открывать длинные позиции ни в коем случае нельзя. Тут уже осталось дождаться совсем недолго пробития 20-дневного скользящего среднего для того, чтобы открывать лонг позиции. То есть на текущий момент это 56 400 долларов. Кроме того, мы должны закрепиться выше 20-дневного скользящего среднего хотя бы дневным баром. Причем в верхнем диапазоне дня. То есть если мы видим, допустим, пробитие было в этой области. Мы видим, что это уже состоялось. Мы видим, что все-таки бар дневной, дневная свеча закрылась у верхнего диапазона дня. Да, здесь был опять ложный пробой вниз. Но стоп-приказы должны быть все-таки адекватные, не миллиметровые. То есть если вы все-таки заходите как инвестор, соответственно, вы хотите захватить более серьезное движение. Поэтому стоп-приказы должны быть подальше. Если вы трейдер, тем более внутридневной трейдер, то, конечно, стоп-приказы его нужно ставить совсем близко и при необходимости производить повторную попытку входа. Пока мы находимся в этом диапазоне между этими двумя простыми скользящими средними, нас с вами будут ожидать множество ложных пробитий. И, в принципе, все паттерны, которые будут отображаться на таком графике, они не будут надежными. Они будут постоянно давать ложные сигналы. И давайте мы посмотрим, что даже на текущий момент происходит. Сейчас мы находимся у верхней границы данного бычьего флага. Давайте мы обратно на логарифмическую шкалу переключимся. И нам с вами, опять же, нужно пробить эту верхнюю границу. То есть сопротивление на цены оказывают не только 20-дневная скользящая средняя, но и верхняя граница вот этого флага. Кроме того, важным значением будет также уровень 57200 долларов. Даже можно чуть побольше поставить на разных биржах. Дело в том, что сейчас происходит такая вакханалия. Вы можете обратить внимание, что на разных биржах разные цены сейчас присутствуют. Причем разница существенная доходит в сотню долларов. И это все спот-контракты. То есть ни о каких фьючерсах речи не идет. И доходит даже до того, что некоторые модели на разных графиках разных бирж выглядят несколько иначе. То есть несколько отличается угол. Но какое-то особого значения это не меняет. Поэтому нам надо сейчас выделить уровень 57200 долларов. Даже может быть чуть побольше. Я бы сказал даже диапазон было бы неплохо выделить. В районе от 57200 до 57600 долларов. То есть пробитие именно этого диапазона и закрепление выше него будет нам с вами говорить уже. Подтверждать о том, что все-таки дальнейший рост продолжится. Но рынок сейчас становится очень сложным. Сложность заключается в том, что налицо проявление слабости быков. То, что мы с вами на это уже обращали внимание. Давайте вернемся на более чистый график. Мы видим с вами множество медвежьих расхождений на различных осцилляторах. В том числе и на индексе относительной силы. В том числе и на МАГДИ, что еще важнее. То есть у нас имеется образование все новых и новых вершин. Что все новых и новых максимумов. При этом и МАГДИ показывает расхождение достижения. При новых достижениях цен вершин мы видим более низкие вершины на МАГДИ. И то же самое вплоть до тройного расхождения находится на индексе относительной силы. Сейчас здесь образовался более-менее уровень на RSI. И тоже отражает нерешительность ни одной, ни другой стороны. Ни мыгов, ни медведей. Поэтому, друзья мои, я вижу, что многие из вас огорчаются. Эдик, ты задолбал, что такое, то вверх, то вниз. Я не говорю, ребят, то вверх, то вниз. Я всегда говорю, что есть значимые уровни, которые будут сигнализировать об образовании и повышении бычьих или медвежьих настроений. И, соответственно, когда такие события происходят на графике, исходя из них, необходимо действовать. В любом случае, я вижу так, что в рынок сейчас следует заходить крайне осторожно. Потому что он на данный момент нестабилен. И даже после пробития 57 400 долларов, этого диапазона 57 200-57 400, у нас очень близкие другие сильные уровни. И это 60 000 долларов, вот эта вершина. И 59 800. И это предыдущий максимум. Ну, его в расчет можно не брать. Ну, вот предыдущий исторический максимум можно взять в расчет. 61 750 долларов. То есть это достаточно, с точки зрения долгосрочного инвестора, достаточно близкие места, которые могут вызвать существенное влияние, вот, допустим, на цены, именно в качестве давления. Если мы возьмем от 57 500 долларов до максимума, то это 7% расстояния. Я понимаю, что криптовалюта привлекает людей гораздо большими процентами. Поэтому, если есть желание все-таки зайти более верняково, учитывая, что мы достаточно близко от максимума, то самым оптимальным вариантом, да, самым безопасным, на мой взгляд, будет заход уже после пробития предыдущего исторического максимума, где мы увидим все-таки подтверждение в объемах, потому что вот этот вот слабый такой прорыв, который был, казалось бы, должен был быть сигнализировать такой взрывной рост, вот этого максимума 57 000, 58 000 долларов, он сопровождался маленькими объемами, да, то есть эти объемы были существенно меньше того, что мы видели раньше. Поэтому мы должны дождаться пробития исторического максимума, мы должны все-таки увидеть эти самые объемы, мы должны увидеть закрепление одной или даже двух дневных свечей, закрытие выше этого уровня, мы должны увидеть силу в быках для того, чтобы уже с большей уверенностью говорить о том, что рост продолжится. То есть такие же ситуации, какие вот были в предыдущих пробитиях, да, то есть мы все это видели, мы видели подтверждение, но когда мы видим пробитие важнейших уровней, при этом с уменьшающимися объемами, то говорить о какой-то уверенности, к сожалению, такой роскоши на текущий момент у нас нет. Возможно, она появится чуть-чуть позже, и за нее придется заплатить, пожертвовав определенным движением. Но те из вас, кто активно следит за моим каналом, активно торгует или постоянно в доступе с интернетом и может следить за ценами, я бы все-таки заходил бы в лонг после пробития 57200 долларов, да, там, или 57500 долларов с появлением объема, с подтверждениями. В любом случае я об этом обязательно вам буду говорить, поэтому подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал, чтобы я мог оперативно до вас донести эту новость, ссылочка будет в описании. Вот обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, нажмите на колокол, чтобы не пропускать свежие видосы и видеть их одним из первых, и получить важную информацию, требующую срочности, максимально быстро. То есть все это сделайте, и будет вам счастье. Я, естественно, буду вас держать в курсе и дальше о том, что происходит сейчас на рынке. То есть если мы, например, даже сейчас более детально посмотрим на картину с биткоином, да, то есть вот просто наглядный пример. Давайте на часовой таймфрейм переключимся, именно просто под микроскопом посмотрим ситуацию. У нас здесь сейчас есть, во-первых, верхняя граница данного флага бычего, а во-вторых, здесь образовался бычий вымпел. То есть и при пробитии в сторону роста цели у него 59 тысяч долларов, ребята. И это уже будет выше непосредственно вот этих вот значений, которые, ну, я обозначил, выше этого диапазона. Но опять же, этот рост может сдержать именно этот диапазон. Это опасно. Если рассматривать пробитие в сторону снижения, то здесь уже будут все-таки цели более схожие, как с треугольником. Это уже у нас будет 55 тысяч 150 долларов. Но мы видим, сейчас я просто наблюдаю за графиком, в течение сегодняшнего дня я вижу множество ложных пробоев. То есть вроде бы как, если там прям даже заходить по часовому таймфрейму, да, и наблюдать за ситуацией с помощью, например, 15-минутного таймфрейма, то, ну, или там на 5-минутном таймфрейме, то здесь, ну, крайне некрасивая, некрасивая картина, да. Потому что вроде бы как с одной стороны даже попытки подтвердить это движение были, но в итоге был один ложный пробой, второй ложный пробой, и в сторону снижения один ложный пробой, в сторону повышения. Это никуда не годится. Здесь нужно торговать с большой осторожностью, применять большее количество фильтров, применять, заходить на более мелкие сделки, если вам прям не терпится поторговать, ставить стоп-приказы достаточно, заходить на сильных уровнях, чтобы стоп-приказы ставить достаточно близко. То есть я бы потерпел до тех пор, пока картина не станет более ясной. Вот лично чем занимаюсь я. Ну а собственно вам решать, что вам делать со своими деньгами. И я хотел бы еще сказать, что сегодня уже в 1 часа времени по Москве был запущен таймер обратного отчета по запуску самого крупного DeFi проекта Daisy и до старта осталось 1 день и 20 часов. Это для тех людей, у кого уже есть аккаунты, а для новых пользователей регистрация откроется через 2 дня, 2 часа и 50 минут на момент записи этого видео. Когда вы будете смотреть, времени останется еще меньше. Я хотел бы отметить, что Endotech со своей кривой капитала многолетней статистикой показывает существенную силу в своих стратегиях. Эти стратегии, за которыми следит целая команда, это известная компания с крупными социальными партнерами, которая сейчас выходит на рынок и со своим смарт-контрактом и новыми алгоритмами, которые уже оптимизированы. Но даже те, которые у них уже много лет, пользуются люди, их алгоритмами, они показывают отличный рост. В том числе, когда происходит падение, эти стратегии отлично показывают защиту капитала. То есть даже когда мы видели мартовский обвал, который был там 70% и больше, то мы видим, что кривая капитала едва ли просела на 10%, даже на 9%, когда это случилось. Да, эти стратегии следуют за трендом. Когда тренда явного нет, эти стратегии проигрывают. Конечно, в любом деле есть свой плюс, свой минус, но самое главное – это долгосрочность. Долгосрочная кривая капитала, которую выстраивают стратегии, благодаря своему трейдингу НДТЭК, они показывают существенный плюс на длинных дистанциях. Поэтому, учитывая, что у нас с вами близится смена тренда, она произойдет уже, скорее всего, в этом году, я бы советовал вам защитить свои капиталы, пользуясь вот такими инструментами, которые проверены временем и над которыми работают. Учитывая, что НДТЭК, разрабатывая свои новые продукты, которые называются DAISY, перешел на другую модель дистрибуции. И она позволяет зарабатывать как деньги с трейдинга, так и деньги с маркетинга. И в том числе и по пассиву можно сделать иксы. Это так называемые переливы по матричному маркетингу. Я в описании оставлю вам ссылочку, и вот здесь вот в подсказках, на презентацию, подробнейшую презентацию проекта DAISY от компании НДТЭК, поставив которую вы сможете вообще ответить для себя на все вопросы, что это такое, сколько здесь можно заработать. Поэтому смотрите обязательно, старт уже совсем скоро, будьте среди первых. Это выгодно, то есть выгоднее зайти пораньше, в особенности на старте, чем это будет через полгода. Через полгода тоже выгодно, но все-таки сейчас будет именно самое золотое время во время старта. Поэтому смотрите эту презентацию обязательно, и ссылочка на регистрацию появится в чате моей команды в данном проекте. Вот в нем уже более двух с половиной тысяч человек, все они ждут старта, поэтому ссылочка также на этот чат будет в описании. Присоединяйтесь туда и ждите ссылочку. Старт уже вот все, вот он происходит, и мы с вами начнем здесь зарабатывать деньги. Так что не пропустите. Ну а на этом у меня все. Готовимся к изменению ситуации на рынке в сторону большей определенности. Готовимся к запуску проекта DAISY от компании НДТЭК. Я желаю, как обычно, вам всем жирного профита, и мы, скорее всего, увидимся с вами уже завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok